я вам приготовила а что не приготовила забыла как всегда алла забыла алла забыла потом забыла так присоединяйте пока настроить эфир как всегда пунктуально выхожу немножечко пораньше чем запланировал ну такой вот человек всегда прихожу пораньше так ли у вас это происходит или нет вы можете изъявить свою свой ответ именно в тексте в чате диалога сегодня мы будем погадаем что-то я от порчи сейчас полнолуние она как раз нужно вижу ваши вопросы мы сейчас все разберем на сита привет дина с большими буквами фамилия привет а диана дин ты ему знал кстати мне надо своей студентке день и что-то сообщить именно поэтому наверное ошибся доброго привет вам всем из жаркой африки континент на красном море шикарная погода смотрите телеграм-канале полностью там всю жизнь конечно не показываю но то что вам бы было интересно то там увидите дольче габбана здесь маруся здесь зоя полякова к нам присоединилась тоже где иринка иринка где тамара надежда козлова вижу тамара иринка иринка алиса всем добрый вечер а ну что полнолуние полная луна что же ой как здесь в африке это луна очень-очень хорошо видно прям реально полная такая мистическая как мы любим говорить а это на каком языке добрый вечер это это никого у этой девочки даже не знаю как ее зовут на каком языке написано golden center здравствуйте только бородихина сегодня тоже не спит наталья на каком языке у тебя написано ник добрый вечер всем это николаевич и вашему другу его зовут владимир юля же школу его нету здесь и один на вели им или завета здесь на и видите метка потому что на иврите просто не озвучил вдруг ошибаюсь лучше лучше спросить знаете когда не знаешь не надо стесняться сказать что они не знаю подскажите не знаю татьяна поздравляем все татьяну с именинами сегодня у татьяны и именины а мило это кто такая мило у нас это не дракоша это другая мило что ли людмила татьяну давайте весь чат поздравим давайте посмотрим что татьяна приготовили карты какой сюрприз в эту полную луну поздравляем все татьяну у нее сегодня именины студентов всех поздравляем где у нас ножи есть тоже 10 студенты помните как марчуками а милу вообще зовут доказавера а не боеру зовут анна юля жужкова поздравляю справа давайте девчонки выходите все общайтесь они желают вам холодная луна полнолуние татьяна ну вот видите карты как идут сразу же королева мечей но это холод то есть они желают трезвого мышления и новых побед что королева она вот и с мечом она будет и дальше завоевывать все ее желание должны исполниться она не устоит не замолчит конечно же вот по страсти она будет давай кстати еще сексуальная женщина либо желание очень часто просыпается сексуальности любовь спрятана вот видите чашечка любви она спрятана за решеткой то есть там есть немножечко проблему с любовью скажем так ну или вас в отношениях есть это так сказали как давайте дальше кого посмотрим что там у нас а вопросы же вы написали ну давайте все вместе вы у меня не только ученики волшебного канала да я свадебный генерал вернее сегодня даже шейх давайте вопрос почитаю вы тоже все вникайте и рассуждайте с удовольствием итак вопрос кстати вот этот вопрос сейчас которая зачитаю мне касса многим он подходит но вернее либо сталкивались либо подружки там что-то такое слушайте внимательно у меня вопрос когда расстался с человеком если всегда сравниваешь с бывшим это нормально то есть я понимаю что с человеком девушка рассталась и очень часто постоянно видит либо сравнивая других с ее бывшим не могу нового найти потому что все время вижу в других только его а те новые не соответствуют его параметрам либо качества всегда ищу его привычки и так далее объясните что это со мной происходит и мешает ли мне так уважаемые эксперты у нас девушка обратилась имени написала но вопрос такой вообще это нормально когда вы уже расстались но все равно хотим найти именно такого же либо его верните это что зависимость это что проклятие это что это такое либо нужно забыть такого человека жизнь продолжается и были такие качества у человека появится другой мужчина у него будет еще супер качество на нем же жизни остановилась вот как интересно так дальше я скажу поясное видение сначала почитаю как вы пишете дальше потом карты поэтому будет интересно сегодня у нас полная луна в конце эфира естественно будем смотреть что же нам луна приготовила для каждого из вас поэтому оставайтесь до конца эфира эфир будет сегодня не очень длинный поздравляю поздравляем яша всем татьяна поздравляю яшечку давай яша же девушка ее тоже татьяна зовут ее тоже поздравляем с именинами юля жужкова но это видимо привязка но это видимо привязка присутствует так дальше и не найдет пока не перестанет сравнивать это зависимость но надо прорабатывать то есть убирать да это все то есть уже два человека сказали что убирать проблема была писать в чате давайте я сейчас и про яшу у меня тут ну вы знаете именно уже не называю ну она я вижу в чате сидит так она смотрите в прошлый вчерашний чат когда я яшу помните усыплял чтобы яша хорошо спал а я говорю посмотри на меня или как-то так я говорила не помню что и в обряд какую делу вот чтобы короче яша спал хорошо в итоге это мадам все то же дело что я говорил для яши и она уснула и горит весь эфир горит я проспала пришлось говорит потом переслушивать поэтому давайте договоримся сразу если я конкретно кому-то говорю вот это обряд только для него не надо в коем ни в коем случае на себя переносить я сюда вот видишь не не буду говорить кто именно уснул но там она с сэмом связано сэмом так я думаю понимаешь что в любимый человека точно не хочешь видеть само внушение нужен гипноз чтобы выйти зависит но сюда гипноз сюда войдет точно и сюда войдет на психолог до психологи так это надо убирать в общем я так понимаю что все вы пишете согласились либо пишите что это нужно обязательно убрать девальничками крати пейте воду кто хочет помолодеть кто хочет построить водичку с заряженным но и либо просто чисто из родника пейте с удовольствием вот она и так все вы высказались да по поводу внушения и рынка и рынка не высказалась ну-ка пусть что-нибудь напишет или она опять сэмом так и рынка и рынка не высказывается оксана высказалась нет то есть тяна соня татьяна шаповалова тоже с праздником вот у нас татьяна еще одна появилась вот поэтому они нам и даны чтобы понять что нам надо галина всем добро давайте давайте я расскажу еще про историю помните домашнее задание нужно было подойти к мужчине и признаться в его красивых чертах ролик глаз губ зубы прическа форма и одежда фигура одну признаться что вам как женщины это мужчина симпатичен вот делали задание ну по крайней мере высказались немногие ну давайте я напомню одно из это когда девушка я сейчас не вижу в чате она подошла к мужчине и сказала навстречу он шел это зима снег ну понимать все в одеждах зимних навстречу идет мужчина она его останавливает и говорит приятные слова что он хорошо очень выиграть в ответ слушайте что мужчина есть сказал в ответ обам нет нет он не сказал что вы тоже красивая он не сказал другие слова вот послушайте внимательно он не сказал а у вас мокрые глаза представляете до холод снег мороз он играет а у вас мокрые глаза на самом деле это было задание дано специально вам для того чтобы вы услышали от постороннего человека который вам понравился и он скажет именно то предложение что нужно потом из себя искоренить убрать и все такое то есть у нее мокрые глаза то есть к ней мужчины не подходят потому что у нее плачет душа ну кто не понял объясню вот поэтому я вам всегда даю умные задания для того чтобы много чего в себе сами разобрались дальше она я и сказал перевыполнять тогда задание она сегодня перевыполнила это задание ну то есть заново сделала постаралась убрать мокрую душу ну то есть слезы на глазах и слушайте расскажу дальше один говорит магазин я выходила ему призналась он сумку тяжелую горит сумку донес до дома до подъезда а 2 там же у подъезда уже другой мужчина ей конфеты что ли дал что-то такое короче тоже какие-то комплименты она тоже сказал он и это же в общем про мокрые глаза больше не шла речь но она знаете потом пишет но мне показалось что эти два мужчина были слегка выпившие понимаете как произошло она передала этим свет слегка выпившим мужчинам свои слезы то что мужики сами понимаете алкоголь и все такое она им передала вот так волшебство и происходит молодец она выполнила задание умница единственная она конечно расстроилась что к ней подходили мужчину но когда я объяснил что слезы мокрые и алкоголь это переход вода перешла к воде и она ну конечно же стало веселей какой же еще кто-то задание выполнял сегодня и линк или никто-то еще и линк или кто-то кто-то сегодня разговорился мужчина чуть такое было а я сказала мужчине что он очень хорошо выглядит так он как начал сам себя расхваливать вот это да вот это номер интересно это как значит то есть этот зеркально да для татьяны то есть это получается что татьяна себя сильно расхваливает поэтому к с ней мужчины не общаются может это так даже интересно что она напишет зоя полякова это николаевич вопрос гадалки говорили что если и спишь с мужчиной без любви то он будет еще 7 лет тянуть энергию это правда или нет чуть чуть попозже посмотрим на этот вопрос сначала давайте закончим вопрос по поводу самый первый вопрос у нас был женщина все время думает мужчине который с которым уже не общается теперь я поставлю по картам и посмотрю пояс на видению ответ дальше буду смотреть уже все ваши вопросы в конце про каждого сегодня у нас полная луна полнолуние называется мы будем смотреть про каждого что же вам скажет луна сглаз вот у нас раз глаза у нас лежит скажет . так начинаем итак вопрос я озвучил теперь ему ответ пояс на видению высшие зимы покажите если женщина тоскует по мужчине но они расстались все время ищут в других его сравнивать с другими и не хочет с ними не общаться другими то что значит они показывают знаете дуэль дуэль вот как пушкин с дантесом и вот какой выстрел кто-то короче там погибает но наверно как пушкин до распаде пытаюсь понять что это как связано они говорят что она должна вот как вы все пишете да нужно забыть смириться все такое они говорят она должна пристрелить эту лошадь то есть она должна убить в себе эту тоску то есть тосковать и сравнивать не со старым а со своим бывшим молодым человеком нельзя ни в коем случае это мой ответ сейчас посмотрим что карта скажет а где у нас дракоша сегодня оля пришла вова салтыкова пришла татьяна не поздравила а я девочки комплимент всего сделала одногруппницы думала что можно хоть кому засмущало ее ну диана если разобрать и ответ дианы здесь она чуть-чуть себе она в себе не чувствуют женственность или как что-то какой-то ей нужно проработать что-то женское на что потом обратят внимание мужчины вот поэтому она сделала комплимент девушки вот так я вам отвечу они ч� алена счастливая сегодня у нас сегодня здесь давайте дождемся в конце эфира будет у нас луна с вами разговаривать сегодня полнолуние вурдалаки да нет на самом деле в yarn врудалаки нет это полнолуние когда полная шба полна чаша жизни полная много чего поэтому давайте дождемся про каждого пробегусь и расскажу что на вам скажу но пока давайте карты так стоит ли сравнивать для алены счастлива кстати тоже ответ вопрос подходит стоит ли потом искать такого же мужчину с которым расставилась чтобы он был идентичный так стоит ли искать такого же мужчину нет но отрицательный ответ принципе как и поясновидение он сказал что пристреливать но здесь шестерка мечей это меч тоже да как зарезать убрать отрезать то есть карта сразу же говорит что нет сравнивать нельзя а давай у карты спросим где даракоши нету и кто карты понимает тоже помогайте голоса такого а теперь задам вопрос правильно что женщина вообще думает о мужчине которого уже с рядом нет то есть правильно ли мы что женщина думает о мужчине которого рядом нет но расстались да они говорят это идет по судьбе то есть женщина не может выбирать и вот все что свыше дали так она проходит этот путь то есть тут без вариантов но с другой стороны конечно же когда вы расстались что значит сразу забыть да невозможно всегда вот тоже сравнение кстати идет еще что расскажете карта она она не они говорят надо умыть лицо снять маски и начать жить заново два главных аркан так говорят то есть человека нужно забывать алла добрый ветер что ждет меня новыми попозже вот знаете есть как кашпировский то есть кашпировский даже вы которые кашпировский вроде бы так у него . умерла но самое удивительное что он не мог эту смерть предсказать что конечно же удивительно вот она в америке где-то умерла но мне это рассказывали не читал кто знает расскажите и он ее взял привязал к луне и типа она через луну теперь ему помогает там лично лечить людей или что-то на предсказки я не знаю чем он занимается так вот я думаю что это уже маразм когда свою дочку это знать как ленин лежит уже сколько лет в мавзолее никак бедного ник похоронят кому он уже не нафиг никому не нужен он все равно лежит да вот так же дочку как он мог дочку привязать к луне но это уже какой-то маразм и что но опять же еще раз это мое мнение для кого-то может это кого хотите давайте вас тоже к луне привяжу будете там сидеть в мальцева к нам присоединилась где твои шахи и египетский все по высматриваю высматриваю думаю где где тут елена мальцев с паранже идет что-то пока не видел ее до валентина конечно же думать горевать можно но не сравнивать они говорят но луна это луна солнце это солнце день это день ночь это ночь то есть сравнивать нельзя ну вернее он все равно найдешь разницу между днем и ночью все равно найдешь разницу вот здесь тоже как лицо видите пополам одно тигр лев а вторая женщина нельзя сравнивать типа это разное все лифта лев женщина эта женщина овечка это овечка этот вопрос но упускаем опускаем не надо мне какой-то вопрос кто-то задал дайте его найду оля женщине иногда скажешь по комплимент чтобы поддержать ее настроение поднять так кто-то вопрос задал зая полякова гадалка слушайте внимательно вопрос гадалка говорила когда-то что если переспишь с мужчиной без любви то он будет еще семь лет тянуть энергию семь лет и один день и два часа и 15 секунд и еще доли секунды миллисекунды вот так будет тянуть то есть вопрос вот в этом правда ли что семь дней но семь лет потом еще будет тянуться откуда а гадалка к в каком поколении то было вам сказала надо вот это важно она в каком поколении было в пятом десятом двадцать пятом войну увидела либо она дочка этой ванге это очень важное считаю и так давайте я сначала поясновидение посмотрю дальше я почитаю что что вы отвечаете и так правда ли что с мужчиной если переспишь без любви то еще потом семь лет он с тебя будет тянуть энергию правда или нет вы отвечаете а я поясновидению скажу пиши сила чая правда что они мужчина будет тянуть энергию с женщинами если она перед не по любви с ним легла в зашла в интимные связи карты уже говорят про то что на тот момент для нее это был праздник не ее желание когда она легла с поэтому тут либо изнасилование идет слова тогда пропущено угадалки запущено слова потому что когда она легла там они показывают что был праздник то есть на тот момент она считала что это праздник поэтому как-то глупо рассматривать вопрос если она не по любви нужно но она захотела то двойственный ответ тут вопрос либо изнасилование идет через силу либо все-таки она просто так захотела как будешь думать так и говорит тянуть энергию семь лет вот я всем говорю да вы знаете когда вы пишете посмотрите если на мне магия я в лоб говорю конечно есть если человек нормальный человек задуматься что на нем магия значит сто процентов вы к себе притянули вспоминайте сказку колобок колобок сказка я уже ее расшифровывал она как раз про это лиса сожрала колобок а колобок это негатив это сглаз почему потому что она так захотела она притянула назвала этого колобка песни там пела и все такое вот и вы также притягиваете по поводу вот соглашусь марьян кто тут еще высказался что это все естественно байки сказки это все обман даже на картах смотреть не буду это все фигня нам не магии нет 100 вот вот если вы так говорите на мне магии нет сто процентов поверьте мне у вас счастье прямом ковром так постелит а если вы смотрите тупые эти каналы гадалок этих пять лет в поколении 25 поколений вот это вот все ты . покажи где от отзывы кого-то там вылечила кого-то спасла может за мной жанну фриску то спасала али наоборот и на нее порчу навела вот и вообще-то мы все смертные рано или поздно так я вообще никого больше а не марчук а также всех студентов с праздником сегодня меня тоже поздравили с преподаватель вузе тоже поздравляли и больше все у нас они марчук а я думаю она мальчика больше серьезно никого не смотрит давайте все-таки включать голову есть книжки научные исторические а есть книжки фантастические все такое ужасы вот выбирайте что вы четко должны понимать где ужасы где фантастика а где история а где научное доказательство вот если вы четко вы начнете понимать вот возьмите менделеева знаете напишите ко мне сегодня день студента кто такой менделеев напишите мне я не сравниваю бывших с новыми знакомые для меня бывшие ушли навсегда вода а чем меня не спросили я тоже кстати не сравниваю я знаете как по полочкам то есть человек это 1 2 совершенно другой да может мне хотелось чтобы какие-то были качества и у нового человека но я понимаю что это новый ну принципе можно как минимум поговорить чтобы фортуна к нам присоединилась так кто у нас здорово что вы сказали про историю вчера а не марчук сказал что не болит поясница я и дал обряд она мне написала что как рукой сняло но ненадолго дали что такое вот сейчас хочу спросить я сказал повторить тогда сейчас хочу спросить как у тебя поясница тамара думаю что если было бы по согласию и желанию переживать не будет и энергия соответственно не будет тянуться я думаю что у энергии нет такой длинная в длинноты чтобы на семь лет так растягиваться болит поясница давайте чего-нибудь еще тогда другое дадим выясню сейчас я тогда и посмотрю под внимательнее что то мне выше если что-то мне они марчук тогда те снимать на на косточку и на хлеб там у тебя проблема внутри костей там внутри вот как хлеб похоже вот внутри у нас такая же есть костная это масса вот там у тебя там идет проблема то есть это глубина если это снимать то через обряды естественно вот так уважаемые студенты моего школа моего волшебства ни в коем случае ничего не делайте без согласия и все обряды естественно должны оплачиваться иначе вы на себя заберете болячку ни в коем случае не делайте это без согласия и без оплаты потому что иначе заберете на себя потом будете вы болеть понимать как мне кто-то сказал петр николаевич не вздумайте никого бесплатно лечить вы у нас один а все вас а других много поэтому вы нам еще много раз поможете поэтому берегите себя полностью с ними согласен так солнце моё хотел себе дать обряд они марчук но там работа нужна попробую еще сегодня на монету если не получится да не знаю к врачу сходи медведи менделеев ирина мальца молодец менделеев оксаночка тамара менделеев молодец всем понаписали что это менделеев конечно же русские ученые открыл таблицу он кстати через он помните он же через он вроде бы да ему приснится вот это приснилась таблица номер расписал потом когда в россии его не признавали или там когда он ее представил почему его вроде бы студент и и как-то так неохотно заслушали тогда он ее переслал тогда не знаю конями либо голуби почта была в европу там заслушались что-то заинтересовались но все затихло но потом это она с эта таблица всплыл всплыла немец германии кто-то ее скопировал но доказать ничего не смог потому что изначально менделеев ее создавал для с доказательствами с новыми вот поэтому признание было естественно первооткрывательность я другу он также так как у него либо мама либо прабабушка бабушка она обладала лечением это дар у нее был и он очень хотел разобраться вот в этом эзотерики да вот как все это называется он тоже это изучала также какой-то эликсир хотел изобрести ну наверно молодости либо волшебства либо исчезновения но у него это не получилось ну по крайней мере мы об этом не знаем может и получилось вот но он тоже увлекался но как он увлекался он не гадал он хотела разобраться как это работает почему у людей такой дар есть но у вроде бы ничего не получилось так где нет чего-то кому-то не ответил приснилось ему во сне пожалуйста ставьте лайк у вас на такого спасибо солнце мари ну что давайте чуть-чуть погадаем за не жила на и так сегодня луна гадать можно знаете да это такой глаз с неба сейчас стемнело у всех луна у меня луна точно светится смотрите stories и этом как раз волну выкладываю у меня хорошая камера в телефоне как оказалось вот даже волну хорошо фотографирует итак смотрим что сейчас вопрос что он думает о тебе сегодня слушайте внимательно будет три карты где милая дракоса начала опоздала на урок так смотрите что он думает о тебе сегодня это эти карты для всех сразу говорю сегодня луна видите кружочки 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 это все луна башня то есть все рухнуло то есть вы сейчас ваша ссора либо вы не виделись много дней либо вообще не виделись пришла в остановку то есть башню это когда все рухнуло но мы видим дальше победу победа чья твоя победа мальцева надежда лёва твоя победа и ринг победа и дальше рукава к руке все это пройдет не пройдет и 6 недель у тебя какие-то новые начинания либо еще вот эта карта говорит что ваша остановочка заканчивается но опять же мы спрашивали что он думает о тебе значит все таки продолжение какое-то будет но там уже знаешь как друг дружба позитив энергии вот пойдут хорошие через вот руки руки выпускают энергию если кто не знает вот когда я делаю клиента массаж обязательно вот эту центр ладони выгибаю просто оттуда идет пучок энергии плохой энергии в том числе так зачем он тебе дан а знаешь как перед перед прыжком кого-то про перед прыжком к следующему этапу то есть это человеку в промежуток промежуточной в твоем жизни получается потому что ты во-первых загадывала другого и думаешь сейчас как поняшу как будто ты хотел с ним стать королевой с этим человеком ну но на сегодня момент еще пока не встала в стопе состоит но все равно не унывая что ты станешь женщина то есть что значит королева когда он за тобой бегает он за тобой ухаживает он всячески несет энергию для тебя вот позитив для тебя а давайте спросим женщине можно пить алкоголь хоть хороший вопрос и так женщине можно ли пить алкоголь то есть это вино водка виски все такое вот этот сэмом сэм может пить сэмом или нет сначала я поставлю что вы пишете а давайте просто проведу если смогу сделать опрос алкоголь можно вы можете написать более подробно там типа если можно то почему если можно то в каком количестве так оля обороны оля бородихина не любитель яша любит сэма сам не знаю раиса можно но в пределах разумного то есть это как ужин да вот и вино красно-белым по традиции так еще кто не стоит часто и совсем немножечко улезла такого считать юля добрый вечер вино да вино можно еще еще пишите пишите мы сейчас у спросим поясновидению спросим и спросим у карт напоминаю также что в церкви есть когор да то есть получает от церковь а это как-то по библии вино это кровь кровь моя дали что то такое ну-ка напомните мне шишками с шишками слов такой да можно на праздник и либо на день рождения зои полякова когда совсем плохо помогает проребеться еще ударит головой об стенку помогает тоже россита под настроение кто еще смотрите я давайте мое мнение теперь тоже вы пока еще высказываетесь я считаю что вино немножко надо не путать то есть понимать для чего вообще вину создана что это такой что за продукт это брожение продукт брожения ну скажем так забродившийся фруктов ну возьмем это виноград вот они бродили бродили там брашка не брашка сливали все это переливали вино нам нужно для того чтобы поднять настроение да для этого пьется вино вот но я считаю что лучше на первое место ставьте поднять настроение это когда ваш организм веселая компания поднимает настроение то есть харизмой танцами плясками весельями событиями вот вино она идет как но рядом с вашим хорошим настроением и вино она только энергию дают вот но ни в коем случае не ставьте вино алкоголь сейчас я напью сейчас у меня будет настроение сейчас я пойду танцевать сейчас я напьюсь выпью и пойду танцевать нет не путайте свою энергию человека и энергию алкоголя змеи вот этого догадываетесь понимаете о чем я говорю вот конечно же в ресторанах и все такое обязательно на ужин вино в зависимости если это белая то она будет прохладненько если это красная она будет комнатной температуры под мясо под рыбу и все такое но это такой этикет естественно это в определенных порциях допустим бокала вот так с головы хватит не надо забивать желудок много можно иногда даже нужно да все мы с этим тоже разобрались да свое мнение высказался но у нас есть карты мы сейчас на карту карт спросим по поводу алкоголя так не алкоголь не нравится иногда допускаю бокал вина или пиво за компанию слушайте у меня есть сестра младшая она пиво хлещет я говорю что ты делаешь зачем ты это делаешь она покупает вот эти вот полторашки оболоне не оболоне вот это что там очаковский не знаю как и пиво бывает и вот херфер фигачит я говорю зачем ты это делаешь ну естественно она там и живот и бока и все и лицо это все у нее есть сами понимаете от чего и почему вот женский алкоголизм что называется после алкоголя на следующий день я чувствую внутреннее опустошение конечно же всегда я узнать как раз и по себе знаю когда им пьем веселимся в компании и когда я говорю налейте еще все я должен включить мозг и сказать я пьян вот у меня есть вот такой стоп когда я говорю налейте еще все я значит буду я пьян я сразу же включаю муж говорю так все не надо мне ничего раз я уже сам прошу вот или вот это понимать все давайте выпьем 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 все я за я понимаю что я мне к соберам оболонь ужасно но до определенных годов оболонь кстати в россии очень сильно хвалили очень сильно я я честно говорю оболонь ну хвалили я не помню как его вкус я вообще в пиво если пиво да вот сегодня на пляже всегда пиво кстати очень вкусно люблю все все что к пиву это рыба вяленая сушеная чипсы орешки вот это я прям обожаю получается что я не пиво хочу а все что вот это соленая сушеная я пьянею уже от запаха алкоголя я думаю что бокал красного можно обязательно душевная душевная вина смотрите давайте где тут у меня бизнес на бизнесмена есть здесь вот у меня есть баня баня она в принципе сделана для чего в первую очередь понятно что для гостей для себя для души и тела для здоровья она она еще сделана для определенных бла-бла-бла потому что очень часто переговоры бизнес переговоры помимо того что ресторанов они еще проходят у нас в бане потому что в бане нет камер бани не подслушивают в бане чуть-чуть выпиваешь пиво и язык у оппонента так сказать развязывается он много чем может рассказать либо предложить вот баня еще для этого нужна но как бы алкоголь да но это про пиво мы говорим только вам сейчас на картах ответит не знаю это будут карту олечка это будет карта отвечать то карты ответят давайте сейчас у карт спросим давайте я поясновидению попозже после карт вам скажу что ства скажут высшие силы на этот вопрос и так карты можно ли алкоголь употреблять возьмем вино водку не берем вино так вино можно употреблять человеку взрослому они знаете как говорят вино можно употреблять но в определенных в гармонии вот видите карта гармония то есть нельзя и больше и как маловато нельзя то есть в полностью в гармонии с собой то есть это трезвый ум как минимум должен оставаться вот по этой карте вы сами понимаете то есть они говорят употреблять можно но в разумных пределах принципе про это мы только что вы говорили и либо будет ну что такую карта ссоры либо будет потом дальше ссора либо здоровье уйдет ну что-то что-то уйдет если будете много алкоголя употреблять что-то от вас уйдет не будем говорить что я думаю все понимаете медицинских целях так согласен что мы сейчас мальчик с которыми я познакомилась пиццу прислал чтобы я поела ну что замечательно вообще отлично пусть за я вот вам желаю все сегодня луна вот я вам желаю чтобы за вами ухаживал приятный мужчина ну либо женщина смотрите кто кому как что хочет сейчас мы живем в такие времена что все доступно все можно все уйдет и семья и работа лена с вами гашиш можно и нам с так теперь я спрашиваю карт я спросил теперь поясновидение слушать итак вопрос высшим силам высшие силы женщине мужчине алкоголь в виде вина можно употреблять либо что-то за это будет либо что-то забирается у человека они говорят откройте глаза а они знаете как говорят когда вы будете употреблять алкоголь у вас открываются глаза либо видение скорее всего они имеют ввиду что нервные вот эти окончания классы что и нервная система наша расслабляется и видит больше я спросил можно или нет узнать когда эти водку куда употребляют они этих белочек видят дальше высшие силам вообще-то запрос запрещено либо можно они говорят это все вилами по воде вилами писано и показывают карманы вытаскивают они там пустые знаете как что не штанах карманы пустые короче они говорят что это все все что вы слышите про вино пользы и все такое это все вилами писан то есть это но вилами писано значит неправда да вилами вилами по воде и карманы типа это с вас вытягивают деньги но все поняли да то есть вино выше все сказали и алкоголь это трата денег благодаря алкоголю могут может расслабиться ваши как это нервная какая-то система и вы можете видеть больше ну это глюк еще может называться вот так вот мне ответили мозги то есть расслабляются мозги и мозги и так сколько мы с вами в эфире 50 50 минут представьте пролетела как будто и не было даже не ожидал но сегодня полнолуние мы будем с вами через луну что-то вам она будет говорить о вот так скажу давайте еще карту у карте прошу что такое давайте спросим про луну все теперь про луну что такое полнолуние влияет на человека да вот так тебе будет вопросы задавать единственным не надо взять другие естественно карты на этих не смотрят такие вопросы надо взять мои гадальные карты на которых я гадаю золотое цыганское таро для нас добрый вечер вы где у нас опоздали на занятие опоздали и так если есть у вас предложение по вопросам по луне как она влияет на сон или нет вы можете писать я буду иногда в чат смотреть и брать ваши вопросы задавать карты сейчас спросим влияет ли луна то есть полнолуние полная луна на человека под алкоголем да многие кто делает под алкоголем сейчас и под наркотиками все делаются так дайте опрос никто закроем 35 процентов считает что алкоголь нельзя 65 процентов считает что алкоголь можно вычислил что такое влияет ли на человека полная луна ответ да а в какой мере что именно по суду так как то карты где у меня это как его голоса такого они про какое-то ожидание говорят то есть на человека они говорят влияет на какое-то ожидание через суд салтыкова здесь кто карты знает влияет ли на нас луна они все позитивные все говорят да даже на океан луна влияет так она влияет весом такого есть тут сейчас мы спросим про луну кстати сегодня новость слышали что трампа заявил что башни близнецы которые 11 сентября взорвались это был не теракт это спланированная америка принципе как и полет на луну никто уже в этом не сомневается это заявил трамп бывший ну может будущий тут кстати кстати мой прогноз помните говорю что после президента выборы в россии когда 17 марта вот апрель-май и дальше будут неспокойные месяца сейчас объясню почему во первых это что-то с валютой связано я уже вам много раз говорил по поводу неспокойные времена сейчас объясню это когда выборы президент в америке начинаются они в ноябре да как раз вот такой завершающий период когда надо агитировать максимально за свою кандидатуру и америке некогда будет чем-то другим заниматься и вот многие страны а вы увидите что войны сейчас только разрастают как я игра обещала говорил они будут еще сильнее разрастаться может америке не до вот этого и на выборы выиграть вот почему я уже даже понял почему апрель раньше не понимал думал почему апреля теря все понимаю перевод может быть переворот более сладко вот она пишет потом после по накопления может ударить по мозгам если люди которые ходят лунатики тут про какое-то накопление нуждание если живые существа на луне нет нету американцы высаживались на луну до высаживались это правда или такие но было они у них был там какой-то корабль то есть там человека нету не было там какой-то корабль был лунохода назовем так то есть они высаживались но не так как нам показывают что это люди там были там луноход был но ссср тоже луноход туда запускали так при полной луне страхи усиливаются нау почему гадалки на луну гадают а вот когда полнолуние вот без соства почему вопрос почему ну потому что так можно срубить много чего повлиять на жизнь людей можно не говорю да и на здоровье поэтому на луну все без эти все выходят людей на луне не было можно увидели по картам там были какие-то корабли лунохода на луну когда у нас можно гадать да можно но лучше деньгу власть даже недавно луноход катаба правда ли что луна искусственно это луна она вообще это так странно это так странно что она это луна везде одинаковая хоть ты с севера и и смотри хоть ты с середины экватора хоть на юге смотри луна я про я сейчас про края про края она одинаково это луна чуть-чуть наклон есть я уже все сверял наклоны ездил но немножко а вот да может ли луна высасывать энергию с человека если у человека нет защиты туда они говорят но в целом человек защищен я вот так вот человек защищен если у человека нет защиты то ответ да говорят что все искусственно андрей спрошу а луна искусственно это искусственно это искусственно что-то искусственное первозданное как человеком даже руки видите кто-то как человек запускаю мы про луну какой-то эфир у нас был помните этот артем еще был тут про луну мы говорили а давайте мы через луну вызовем сейчас через карты вчера просто шел тут дискотека была и там это и снова седая ночь и только ей доверяю я давайте вот про эту седую ночь поговорим то есть про юру шатунов давайте его вызовем и он про вас про каждого что-то расскажет не знаю про каждого или нет но постараюсь вам что-то сказать передать то есть все что он будет передавать если он кого-то пропустила либо не сказал извиняйте значит он посчитал что не надо вам что-то передавать договорились договорились яша ты татьяну забыл спрашивать и ринка и ринка а то она с сыном там сидит поставьте на нас защиту говорят что если целоваться про полная луне то люди привязываются хоть бы просто поцеловаться они до полная луна уже и так юра шатунов вызываем юрий шатунов приди к нам сегодня полная луна двери открыты лучом спустись на землю поговори с нами расскажи о будущем либо про человека которое имя я буду называть если если вы у вас есть вопрос вы можете для юра шатунова нам тоже у него узнать спросить может что-то из будущего хотите узнать итак сейчас я возьму карты он пришел он стать и вы сейчас почувствуете он еще но так как эта энергия она двигается в разные места перелетает вы кто-то из вас очень хорошо его тоже почувствует потому что он сказал я еще кое-кому иду поэтому не удивляйтесь что вы тоже его сейчас чувствуете энергия юр шатунову никакие он там песни не пишет никакие гитары он там не играет это все обман это просто человек так придумал чтоб всем вы верили вот и все я одна сижу это никак я одна сижу без сэма сегодня даже свечку сегодня не жгу так кто паспорта заграны не сделал давайте идите в мфц берите талончики делайте скоро поедем в тур пятизвездочный отель будем отдыхать веселиться но для этого нужен загран паспорт вам чихнула реально пришел до к многим особенно кто занимается картами либо эзотерикой вот к вам в первую очередь вы его почувствуете он придет паспорт готов куда ехать попозже давать про езду похоже поговорим сейчас давайте про юра шатунова то он стоит и и вот так руки знаете сложил игр и чё вы меня вызвали и так она почему у меня не начались боль в тазу они говорят что у тебя накрученная он говорит что там накрученная энергетика которая тебе не нужная которую нужно убрать он все время показывает в себя в себя типа ты в себя именно не на себя а в себя что-то набрала но это все на тонком уровне на тонком плане потому что через карты сейчас покажет тебе давайте кому еще какие-то вопросы по одному только ладно эфир не будет длинным она так уже час идет и так высшие силы анна марчук господи юра шатунов через карты для анны марчук ответ почему у нее боли в районе таза про энергии говорить там нужно к типа операции там что-то не хватает вот кому-то кому-то дали кому-то не дали но все про операцию он говорит вот что я тебе говорю вот там что-то костное костное да внутри кости что-то не то да вот она говорит да я говорю правду а что там не то вот можете через карты не показать вот мне видится пористая вот это вот костное внутри когда называется то внутри кости что-то не то там да ну это типа по генам либо может у кого-то такая же болезнь родственников есть ну назовем пока это болезнь ну что они видеть как от взрослых детям перешло а не марчук вспоминаю взрослых есть что-то подобное было вспоминать что-то не то что-то сестрой вот этого еще карты сестры что-то сестры либо у мамы такое же что-то может быть вспоминать что так дальше кто правильно ли я себя веду юра шатунов правильно ли я себя веду ответ да если они говорят если она действует своими желаниями своими возможностями то бородихина идет правильно если она живет на нарушает правила жизни человека порядочности то распущенности то идет неправильно то есть вот тут женщина она красивая но она не раздает себя никому как вай-фай да она четко знает какой мужчина нужен так дальше кто юра кто гульна спрашивает кто мой ангел-хранитель юра скажи кто для гульнас ангел-хранитель кто-то такой прям с мечом кто-то с мечом и он он уже на небесах то есть это какой-то ваш родственник это мужчина может бывший военный ли что-то вот и он на небесах сейчас уже вот ваш ангел хранит получается как родственник так если у меня проявление к эзотерике развита интуиция солнышко дольче габан ты должна об этом конечно сама знать зачем спрашивать у юры шатунова юра если у нее да дар возвышенность ответ во первых он говорит да ну там дар возвышенность то ли тебе роз нужен то есть должна учиться вот видишь карта тройка жезлов смотрит на другой остров то есть ей нужно еще расти либо переплыть туда то есть дар то есть но он тебя как спящий либо не развит либо мало развиты так подтвердили дальше куда поедем но в арабскую мусульманскую страну естественно адракоша что ли появилась здравствуйте костный мозг ну правильно да костный мозг а не марчук вот что-то с костным мозгом а я не знаю она ответила или нет что-то там через поколение идет милая добрая ночью юра как мне убрать шум в левом ухе golden center это все на тонком уровне ну юр ты спрашиваешь я сейчас спрошу тоже у него но это надо мне ну я это делаю просто поэтому я знаю как-то делать но это все через сеанс естественно за день часу юра прошу юра golden center и линка ее зовут ирина как и убрать шум в левом ухе они говорят за деньги через магию черный конь за деньги видишь деньги ну про то что эти сказал они вот тебе показали рыцарь это мужчина мужчина может убрать за деньги через черного коня через магию про что эти и сказал слава здравствуйте юрий можно совет совет для меня это кто у нас тамара вы любите в ее что-то новом здесь в египте играет по песне постоянно его в кафешках и снова себя и ночью еще пока это играл что юра никто не забыл юра для тамара может совет совет дать совет для тамара воды принеси воды принеси много воды это либо ведро либо 5 литровая баклажка много воды принеси и по помочи ты водой плечи и шею то есть сзади шея и плечи и вы папе и дальше пей эту воду это тебе совет для тамары дальше могу ли я лечить что юра скажет могу я лечить что юра скажет ольга дам юра ольга спрашивает может ответить ей фантазиями если он он сказал если только фантазиями так тамара юра можно сегодня могу лечить спросить у юра шатунова юра спрашиваю когда у меня появится тайный мужчина сама замужем они говорят вот будет март и смотри вперед то есть скорее всего в марте те что-то дадут может стройное тело и все такое у тебя будет еще лучше дома весной всегда выпрямляем плечи крылья вот он говорит март и вот рукой туда говорит иди вперед ответ значит появится так кто еще можно совет спасибо для валентина дайте советовали юра фигуристка не знаю почему коньки показывают фигуристка а что значит юра это фигуристка вот показывают женщину-ка на девушку которая танцует на льду и вот какие-то на рисунке делает круги вот на льду прям рисует может это что-то с рисованием связано с каким-то искусством ну с фигурным катанием может на коньки встаньте покатайтесь вот вот такое что-то он вам советует можно совет валентина и расскажите пожалуйста кто если такого ну-ка дайте мне салтыкова кто у меня ангел-хранитель зритель юра юра ответь пожалуйста для салтыкова кто у нее ангел-хранитель мама твоя ангел-хранитель мама твоя будешь говорит ныть реветь она все видит еще хуже тебе сделает услышал вас вот такого дальше ремонт продвинется яша ремонт продвинется про тряпочную что-то говорят розу там занеси в дом тряпочную цветок такой виде мака розы но именно из тряпки и тогда ремонт продвинется можно спросить у юра моя мама мир ее душе мне с того света что-то хочет передать мальцева мама что-то пусть даже мочу маму тогда вызываем они и правильно мама что-то хочешь мальцева передать закрывая глаза детям не знаю что то что то у мальцева что-то может произойти закрывая глаза детям эта тема передала на счету произойдет либо что-то они не должны видеть может там не знаю ну там связаны еще с твоей тоже энергия с мужем может вы там ругать с мужем да вот что такое дети типа не должны это видеть синдром жильбера называется она а не марчук так юра синдром нет дождя не мальчик тебя задали вопрос другой ей было ли что-то подобное у родственников твоих тебе так задали вопрос почему ты не отвечаешь да или нет либо ты не знаешь будет ли у меня переезд другой город поехать в любом человеку любимую но если любима конечно езжай часа им это где твою юра вот скажи мобил алам алам салам алейкум кто она такая будет ли у нее переезд сидит горит на вещах да будет переезд сидит на вещах готовься короче говоря оксана юра можно совет будет тебе мужчина дан весной береги его так людмила литвинова добрый вечер посмотрите пожалуйста уедет дочь ирины сюда много и вин сегодня у нас в будущем на работу за границу спасибо это кто как у нас людмила это некоторые людмила 70 это нет они уже за границей мы сейчас смотрим через эту новую юру поэтому он сейчас если ответит то я вам передам юра шатунов дочь ирина людмила спрашивают уедет будущем на работу и будет предложено 2 2 развилка короче и будет предложено скорее то ли два направления то ли две стороны в дальнейшем мешать будут ей ответ ближайшее время скажу что нет мешать вам будет когда показывают развилку это значит что-то не то спасибо и что денег у меня не хватит ничего страшного идите в мфц или больницу берите номерок там в больнице у вас хватит боюсь что денег у меня не хватит так его человека уважаю юра сказать пожалуйста как поступить его сложившись ситуация юра надежда спрашивает ли вам как поступить ей возьми возьми метлу и все подмети то есть какой-то какой-то чист может чистка энергии вот что-то в метлой возьми сделать такой обряд либо энергетически все подмети они он говорит что приведи в порядок все тогда все разгребете и расскажи по у меня получится поменять работу и надо ее менять вот в марте думая об этом марте думай разве замене сейчас говорит у тебя будут проблемы марте думая об этом то есть ответ можно но марте маруся можно совет на ближайшие месяцы маруся он тебя целуют в щечке 1 2 что-то хочешь и передать они говорят она смотрит говорит на небо глазками своими красивыми я и сейчас глаза прикрываю чтобы она не смотрела то есть маруся что-то у недоволен то ли вы часто смотрите то ли плохие мысли у вас какой-то ли вы хотите уйти на тот свет он закрывает вам глазки горит не пусть не смотрит на небо типа смотри на землю живи на земле юра можно мне советы россита карима не зовут улыбка улыбайся дальше март пройдет в апреле будешь королева так я сказал нас благодарю сейчас включу до включите после эфира юру шатунова может я сейчас пойду может тоже тут юра за играть его выставлю в stories и помним любим все мы помним юру шатунова елена мы сможем не ругаемся не знаю к чему это я сможем я сейчас скажу елена мальцева что-то может произойти связано своим с военными действиями поэтому она закрывает электрон сказал короче закрывать детям глаза я про можно это так в целом сказал не хотел говорить слово с военными действиями и это не хотел говорить поэтому ну знаешь вооруженно называется я вообще очень много читаю книг необычных может из-за них костный мозг заболел анечка марчик ну да смотрю еще повнимательнее почему это произошло то есть еще не ответил что нет в поколении у вас такого да и у дедушки может быть не знаю а у сестры синдром джимбера у меня тоже из-за этого болит костный мозг мне надо еще постричу такой же бера потому что юра на это уже не отвечает но не будет отвечать и не надо его загружать муза ну азам это именно поэтому они марчук потом оставим на другой день поговорим с тобой на эту тему потому что это вот вот так не решается расти монета не помогла значит у тебя проблема не то что ты назвала ты вчера что назвала поясница тесто сняли на какое-то время и опять стала болеть потому что это не поясницу тем болит понимаешь да поэтому когда я лечу людей я четко вижу что происходит вот кто делал вчера кто была девушка она говорит в больнице не могут не так найти а я до этого сказал тебя все что с пищеводом все проблема внутри пищевода есть проблемы коррозии как назвать она говорит да проблема действительно есть но врачи не могут понять что происходит ну вот я не объясню я передаю давайте юрию поздравим с луной все нормально сегодня в каждому из вас приснеет приснится замечательный сон который дарит вам конечно же надежду веру в то что вы вот видите вот вам что вы верите о чем вы мечтаете это все произойдет именно в эту замечательную волшебную ночь спасибо что были со мной его каждый благодарю каждого из вас юра благодарю тоже как и весь мой чат тоже вас благодарит до новых встреч эфир видите как вроде бы выйду на полчаса а в итоге вот час 15 час 20 уже с вами но он потому что это называется интересно это называется познавательно и конечно же добродушно потому что мы все беремся за руки скоро поедем в отпуск все вместе будем весело в шезлонгах загорать отдыхать веселиться и узнать и устраивать же вот на пляже вот у нас на на пляже бежим на лужайке йоги вот это а мы будем с вами заряжаться энергетически либо через какие-то души в том числе позитивные чтобы ваша жизнь была наполнена максимально на позитиве ну что до завтра завтра я снова выйду в эфир из этой прекрасной африканской страны до новых встреч пока а завтра стать смотрите stories и давайте еще кое-что скажу stories и сегодня я передал и маринки и ринки и ринки привет а мне уже девочки пишут а чё это вот только им передали а меня не передали поэтому смотрите мои stories я каждый день буду кому-то из вас передавать привет stories и это instagram и telegram до новых встреч диана пока пока и ринка пока